Одесская область снова лидирует в ковидном антирейтинге. На этот раз мы на втором месте по количеству заражений. В регионе их 1262 за минувшие сутки. В Минздраве сообщают, что от осложнений болезни умерли 37 человек. В то же время выздоровели 492 пациента. В областном департаменте здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом стабильно отрицательная. Болезнице заполнено на 76%, а значит свободными остаются только 807 коек. Все опорные медучреждения пытаются разворачивать как можно больше дополнительных мест. Департаментом охраны здоровья Одесской областной и государственной администрации постоянно ведутся мониторинговые визиты до закладов охраны здоровья, которые надают гострую респираторную хворобу. Водпрацьованный алгоритм виписки хворих, которые не потребуют кисневой терапии и находятся на стационарном лечении. Кількість лежек для госпитализации хворих на гостру респираторную хворобу, причиненную коронавирусом, поступово збільшается. Шляхом додаткового перепрофилювания лежек в закладах первой и второй хвили и резервных лекарей. А саме, додатково будут разгорнуты лежки Доброслав, Южненская лекарня, Великомихайлевская лекарня. Волонтеры с начала месяца бьют тревогу. В частности, в очереди за кислородными концентраторами благотворительного фонда «Корпорация Монстров» уже более 20 больных с COVID-19. Среди них пациенты с сатурацией кислорода 70-80%. Вторые сутки, к сожалению, у нас лист ожидания возвращают достаточно медленно. К сожалению, у нас чаще уже возвраты связаны с печальными событиями. Вчера у нас 7 человек ушли из этого мира. Кто-то возвращает благодаря тому, что удается найти место. Но поток звонков и запросов, к сожалению, в два раза больше, чем возвратов. Вот 30 штук за вчерашний день вернули. И сегодня вот остались два. Это уже тяжелые пациенты, которые сейчас родственники едут. Видите, сатурация 78, тут сатурация 70. Вот сейчас забрали сатурацию 70. Это пациенты, которые, в принципе, не могут находиться дома. И с такой сатурацией, в принципе, нельзя выдавать концентраторы на дом. Но другого варианта нет. В областном департаменте здравоохранения отмечают, что население региона медленными темпами, но все же вакцинируется. 24 октября первую дозу получили более 5000 человек. А зеленый COVID-сертификат получили более 3000 человек. К слову, как стало известно, на заседании COVID-штаба в мэрии в Одессе запустят так называемый вакцинобус. Автобус Гора Электротранса с медиками будет курсировать по городу по четко определенному маршруту и останавливаться в заранее согласованных местах, где каждый желающий сможет сделать прививку. Проект планируют реализовать в течение этой недели. О его запуске население проинформируют заранее. Напомню, что Одесская область находится в красной зоне. Торговые центры открыты только для вакцинированных граждан. Однако люди до сих пор продолжают нарушать карантинные правила. Каждого дня, на жаль, виявляються порушення перевізниками. Більше порушень виявляються саме у водіїв автомобилів. Рейдова группа заходе в транспортний засіб. Всі пасажири у нас мають ковід-сертифікати. На жаль, водії у деяких перевізників не мають ковід-сертифікатів. Вчора намагалися давати незрозумілі справки, які не відносяться до тих документів, які повинні бути у водіїв.